МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огонь по беззащитным. Сотрудники Лайки застрелили домашнюю собаку-героя, спасшую жизнь ребенку. Соблюдаем очередь. Отделение Рязанской ФНС штурмовали обеспокоенные горожане. В городе Рыбное на днях произошел вопиющий случай. Рязанская организация по отстрелу бездомных животных Лайка застрелила домашнюю собаку по кличке Бим. Об этом нам рассказала хозяйка четвероногого жительницы Рыбного Алифтина Кузнецова. По словам владелицы Бима, несколько лет назад пес спас ее маленькую дочку от нападения пьяного человека. Бим был не просто животным, а членом семьи. Более подробно о семейной трагедии Кузнецовых расскажет Марина Комиссарова. Собирайте. 29 января социальные сети взбудоражило видео, выложенное одним из пользователей. Ролик, снятый из окна типичного многоквартирного дома на улице Зубковой, демонстрирует, как трое мужчин волокут трупы или обездвиженные тела собак и забрасывают их в машину. По данным рязанских зоозащитников, убийством отравленными шприцами и вывозом тел в рязанских дворах занимается муниципальное предприятие Лайка. Однако директор предприятия Петр Титов отказался от комментариев по этому поводу. Петр Федорович, Марина Комиссарова, телекомпания «Город». Уделите минутку внимания? Нет. А может быть, подъехать можно к вам за комментарием? Не надо. Хорошо, спасибо. Я комментарий не даю. Всего доброго. Не удалось нам попасть и на территорию предприятия. Между тем, в ходе подобных зачисток, кто бы ими не занимался, нередко гибнут домашние питомцы. К примеру, в тот же день, 29 января, в сети появилась информация о том, как невинной жертвой неизвестных стал домашний пес Бим. У меня мама была очевидцем. Я чуть позже уже подоспела на это происшествие. Она увидела приближающуюся мужчину к дому. Она подумала, что он с огнестрельным оружием, точнее с ружьем, который направил его в сторону собаки, которая сидела у забора нашего дома. Тут же она метнулась к собаке, чтобы защитить, посмотреть. То есть она закричала сначала в форточку ему, то есть остановитесь. Но он после того, как выстрелил, или как это там называется, я не знаю, отправился в другую сторону, как бы бежать, грубо говоря. А собака подбежала к крыльцу, и в конвульсиях через полчаса она скончалась. В деревнях и селах действительно существует практика, когда домашние собаки свободно гуляют рядом с домом. Но на Биме был ошейник, и вряд ли он был похож на бродягу. Тело собаки хозяйка отстрельной организации не отдала и отвезла на экспертизу, результаты которой будут готовы на этой неделе. Женщина написала заявление в полицию и собирается привлечь к ответственности виновных через суд. Он понимал все команды, он там лапы давал, то есть это, я говорю, это был человек, не говоря уже о том, что он вот после того происшествия, когда он спас мою дочь старшую, это было несколько лет назад, не пытался, ну, естественно, сейчас уже не скажем, что хотел от нее пьяный мужчина, но собака на него не набросилась, она своим лаем отпугнула его, и естественно, то есть находясь рядом с ребенком, она спасла, я считаю, моего ребенка 100%. Как пояснили рязанские зоозащитники, так называемые рейды по отстрелу животных в ближайших районах области не редкость. Администрация сказала, что скоро мы перейдем на гуманное регулирование численности бездомных животных, и уже на данный момент в СМИ появляются сведения о том, что существуют вольеры у муплайка, и что животных там содержат три дня, но, как мы видим, в последнее время в популярных сообществах Рязани и в СМИ просачиваются новости и видеодоказательства о том, что дел сейчас обстоит вообще абсолютно не так. Мы надеемся на то, что нам предложили войти в рабочую группу, и этот вопрос мы будем решать уже напрямую с администрацией города, пока лайка на какие-либо запросы СМИ не реагирует. Между тем, питомника никто не видел. Ни зоозащитников, ни прессу на территорию лайки не пускают. Мы будем следить за развитием ситуации и очень надеемся, что виновные в гибели БИМа будут наказаны. Сменим тему. Помещения инспекции ФНС России по городу Рязани на прошлой неделе штурмовали обеспокоенные граждане, жаждущие сдать заявление на получение ИНН или получить заветную бумажку. Длинная очередь сдающих заявления и такая же длинная получающих ИНН. Подобная ситуация в настоящее время происходит во всех территориальных налоговых инспекциях города. В последние дни января рязанцы в массовом порядке пошли оформлять ИНН. Причиной ажиотажа стали изменения в правилах проверки формы 2 НДФЛ, которые ввела в 2016 году Федеральная налоговая инспекция. Нововведения заключаются в том, что от налоговых агентов больше не принимаются справки, где не указан ИНН или вместо него приведена произвольная последовательность цифр. Поэтому работодатели потребовали от работников предоставить ИНН. Срок для предоставления информации на многих предприятиях дали весьма короткий – до 1 марта. Компетентно хочу заявить, что наличие ИННа в справке 2 НДФЛ является необязательным реквизитом, поэтому справка может представляться и без ИНН. Что же из себя представляет собственно свидетельство постановки на учет? Это документ, содержащий информацию о БНН, а также подтверждающий факт постановки на учет физического лица в налоговом органе по местонахождению. В случае изменения местонахождения свидетельство не меняется. Таким образом, со временем данные, которые отражаются на этом листе бумаги, теряют свою актуальность. В справедливости ради стоит отметить, что столпотворение горожан в отделениях налоговой инспекции – дело рук сотрудников бухгалтерии, тех предприятий, на которых они трудятся. По сути дела на фоне сезонного пика заболеваемости такой ажиотаж ни к чему. Ведь и заветные цифры ИНН, если он у гражданина имеется, узнать можно другими способами, не простаивая в очередях. Во-первых, на сайте Федеральной налоговой службы представлен серий с «Узнай свой ИНН». В случае указания фамилиями отчества и паспортных данных, любой гражданин может узнать свой ИНН. Это первое. Во-вторых, сведения об ИНН указываются на налоговых уведомлениях, направляемых в адрес налогоплательщиков физических лиц, а также иных документах, направляемых налоговым органом в адрес налогоплательщиков. То есть информацию об ИНН гражданин может получить и другим, совершенно доступным для него простым способом и предоставить данные в бухгалтерию, если это необходимо для введения бухгалтерской отчетности и начисления заработной платы. Если же ИНН не был оформлен, вам все-таки придется написать заявление на его получение в филиале налоговой службы по своему месту регистрации. Чтобы не отстаивать очередь, можно записаться на прием онлайн на сайте налог.ру. Оформляя онлайн-запись, вы сможете выбрать подходящий для себя день и время. Вам тут же будет дан номер кабинета и окошко, в котором вам будут оказаны услуги. На шестой день после подачи заявлений вы сможете получить свидетельство с номером. Записаться на получение ИНН можно также онлайн. По словам сотрудников налоговой инспекции, очереди из тех, кто оформляет ИНН, у них в настоящее время несколько поубавились. Сменим тему. С 1 февраля страховые пенсии у пенсионеров Рязани, как и в целом по стране, были проиндексированы на 4%. Речь идет о страховых пенсиях по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Дополнительное увеличение страховых пенсий в 2016 году в соответствии с законодательством. Возможно, во втором полугодии с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере. В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года, страховые пенсии и фиксированные выплаты будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Работающим же гражданам страховая пенсия и фиксированная выплата будут посчитаны без учета индексации. После завершения пенсионерам трудовой деятельности выплата страховой пенсии будет производиться с учетом проведенной индексации. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. К другим новостям. Последние выходные января вышли на редкость теплыми для этого месяца. Такими, что в Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной гололедицы. Был также побит температурный рекорд. В субботу 30 января в Рязани тепловой максимум составил 2,4 градуса выше нуля. Кажется, в это воскресенье от аномальной погоды даже асфальт не устоял, что бесспорно неблагоприятно влияет на дорожную обстановку в целом. За последний рабочий день и прошедшие выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 18 получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 121 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 3434 нарушения ПДД. Задержано 29 водителей в состоянии опьянения. В воскресенье в 3 часа дня по вине пьяного водителя на 196-м километре автодороги Москва-Черябинск столкнулись с разумом 4 автомобиля. 23-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на остановившуюся на перекрестке автомобиль «Газель», после чего совершил столкновение с состоящим перед «Газелью» автомобилем «Пежо» и ВАЗ-2114. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Жигулей-9» модели получил травму головы. В ходе проверки участников ДТП на состояние опьянения виновник аварии ответил отказом на законные требования сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования. Как оказалось ранее, этот водитель уже был лишен права управления транспортным средством и теперь будет привлечен к ответственности за повторное управление в нетрезвом виде. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей не садиться за руль в пьяном виде и обращает внимание, что максимальная санкция, предусмотренная за вождение в нетрезвом виде, предполагает лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средством в течение трех лет. В воскресенье 31 января началось интереснейшее космическое явление – парад планет, который продлится до 7 февраля. В космосе выстроились в ряд Меркурий, Сатурн, Марс и Юпитер, что легко можно увидеть с Земли, причем даже без телескопа и бинокля, главное, чтобы небо было ясным. И рассматривать уникальное астрономическое явление нужно на рассвете около 6-7 часов утра. При этом астрофизики спешат успокоить, что ничего опасного парад планет не несет ни для человечества, ни для нашей планеты, несмотря на то, что событие это действительно знаменательное, так как происходит раз в 500 лет. Марина Комиссарова расскажет о столь редком явлении более подробно. В последний день января жители всего северного полушария могли наблюдать редкое космическое явление, когда пять планет вместе с Луной выстроились в одну линию. Малый парад планет продлится всю неделю, до 7 февраля. Если все планеты, включая Землю, находятся в одной полусфере, то есть всю небесную сферу делим пополам плоскостью, если все планеты находятся с одной стороны от этой плоскости, тогда это парад планеты. Как это выглядит на небе? Это значит, с заходом Солнца только смеркалось, и мы сразу же видим одну из ярких планет. И видим последовательно все планеты в течение ночи, и на восходе Солнца мы видим пятую планету. То есть все пять планет видны. Древние народы, например, майя, считали это явление судьбоносным, разрушительным, и связывали с ним колоссальные потрясения в мире. Когда происходит парад планет, и все планеты с одной стороны от Солнца, это максимальное возмущение производится на ту область, где кометы спят всю свою жизнь. Планеты-гигант Юпитер, Сатурн, они потихоньку выгоняют их оттуда, из дремоты, и затаскивают внутрь Солнечной системы. А когда парад планет, и все планеты с одной стороны, они более интенсивно затягивают вот эти самые спящие кометы. Жительница Рязани Алевтина разделяет воззрение мудрых предков и считает, что парад планет – особенное космическое явление. Она решила именно в этот период укрепить свою связь с космосом и сделала новую татуировку. Парад планет – это такое что-то мистическое, заключающее в себе какую-то силу, энергию. Но поскольку татуировка всегда имеет какой-то смысл, какое-то значение для человека, мне хотелось вот это себе, в себя вложить, вот силу и мистичность явления природного. Но при этом ты немножко парад планет, который будет твоим личным, ты внесла некую поправку. Он у тебя не из пяти планет. Да, он у меня из шести планет. И мы решили, что должна стоять все-таки Земля в этом ряду, потому что Родина, я не знаю, мы живем на ней, это свое родное. Я не живу в России, в Рязани, я живу на планете. Наблюдать парад планет можно без телескопов, невооруженным глазом. Наиболее благоприятное время для этого раннее утро. Желательно, чтобы небо было ясным и безоблачным. Конечно, говорят астрофизики, малый парад из пяти планет не такой зрелищный, как следующий, который состоится в 2161 году. В нем поучаствуют все восемь планет Солнечной системы. Однако 2016 год еще порадует землян интересными астрономическими событиями. 9 марта произойдет полное солнечное затмение, а в День Победы, 9 мая, можно будет увидеть прохождение Меркурия по солнечному диску. Оно будет видно почти на всей территории России. На сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Далее в эфире программа подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok